На связи все министерства, главы поселений Заиграевского района, представители ТОС и предприниматели. Всего 38 человек. Совещание в формате онлайн началось с проверки поручений. Министры и главы поселков по очереди отчитались Алексею Цуденову о проделанной работе. В свою очередь глава дал новые распоряжения. По Сталинопольской школе, там нужно какое-то решение, смотрите, или переводите в другую школу. Соответственно, надо решать, как и что. Или здесь тогда, с привязкой проекта и так далее, и уже думать, в какую программу попадать будем. Школа требует решения, давайте искать. Далее онлайн-встреча продолжилась с активом района. Коллеги, кто с района, какие вопросы есть или предложения, пожалуйста. На повестке дня наболевшие вопросы. Дороги, тарифы, аварийные здания, поддержка и развитие бизнеса на селе. Проработка и возможность размещения из устающих бюджетов в упадающих бюджетах. Мы сейчас приняли решение о том, что средства, которые предусматриваются на выравнивание и на дотации районам в течение года, мы с ноября, с декабря снимаем, даем сейчас их опережающим темпом районам. А по итогам первого полугодия в целом уже начинаем балансировать бюджеты, ну, с учетом прогноза доходов. Повторюсь, балансировать бюджеты районов с республиканского бюджета будем. Там где-то мы будем сами поджиматься, где-то в любом случае просим районы тоже оптимизировать затраты. Это такой общий подход. Но в целом мы поддержку бюджетом районов из республиканского бюджета будем делать. Представители ТОС вышли с предложением развивать туризм в Заиграевском районе. Сейчас Владимир Владимирович Кутин набирает очень большое внимание внутреннему туризму. Ну, в связи с обстановкой, такой временной. В нашем районе есть территориальное общественное самоуправление, которое занимается туристическими проектами. Очень хорошими проектами. Можно ли помочь привлечь как-то специалистов под управлением сельского туризма, к которым можно было бы обратиться с юридической помощью. Глава Бурятии дал распоряжение отработать этот вопрос Министерству туризма, а также поблагодарил ТОСы за продуктивную работу. Вообще, всем ТОСам большое спасибо и низкий поклон за такую активную жизненную позицию, неравнодушие и такую прям энергию. Вам спасибо. Да, и позитив. Помимо ТОСов, некоторые вопросы на селе помогают решать и волонтеры. У нас очень активный штаб в поселке Новая Брянь. Там глава поселения сам лично организовал волонтерский штаб, возглавил его. И депутаты местного совета отрабатывают все поступающие к нам заявки. То есть, если к нам поступили, мы передаем ему, а он уже определяет ответственных людей за ту или иную заявку. На сегодняшний день в Заиграевском районе работает около 70 волонтеров. Ежедневно они собирают и доставляют продуктовые пакеты и лекарства пожилым, многодетным и малообеспеченным людям по всему району. Екатерина Рестратова, Даниил Дурхисанов. Новости дня. Заиграевский район. Новости дня. Новости дня. Новости дня. Новости дня. Продолжение следует...